Во-первых, они не так дорого стоят, как всякие понтовые. Да, еще и некачественные в итоге. В ионе, которые и так далее. Мои костюмы стоят в районе 100 тысяч рублей. Во-вторых, ткань, которая в них такая же, как в этих всех крутых костюмах. В-третьих, сшиты они лучше, но точно не хуже, чем они. И они сшиты по индивидуальному пошиву. То есть все костюмы сидят на мне. Нет, я могу сделать любую подкладку, любую, как бы это, куговицы и так далее, и сделаю так, как мне комфортно. И пиджак на мне сидит. Это основное ключевое преимущество. Плюс ко всему, мне брюки шьют так, как мне нужно. Потому что все брюки, которые шьют крутые коэти-костюмы, это все херня полная. Они не сидят, и это все, блядь, домовой. Я знаю, я закройщик одежды, особенно мужские брюки. Я понимаю, что ни один нормальный бренд, особенно российский, у них нету мужской нормальной посадки. А я знаю, как сшить идеальную мужскую посадку брюк. Вот прям идеально, чтобы попа не висела, а была идеальной. Очень редко кто умеет. Они вообще сшить не могут, у них сейчас посадка вот эта брянская. Хорошо, скажи, пожалуйста, так как я сшила себе на заказ, и знаю, сколько стоит. Я сшила и сама заказывала. Купить хорошую ткань за меньшие деньги и пойти в хорошее ателье, ноу-нейм, и сшить там в три раза дешевле вообще возможно, на самом деле, или нет? Нет. Нет? Почему? Не сошьет. Вообще по тканям, да, согласна. Хорошие ткани, они реально очень дорого стоят. Ладно, хорошо, давай пропустим вот эту тему. Давай сравним. Мне просто надо сейчас сравнение показать, чтобы вытащить чувства. Не будем сейчас сдаваться вот эти вот штуки. Все жизни... Вот смотри, что тебе дает этот костюм в итоге? Ну, то, что он сидит хорошо и смотрится. Какие? Ну, как бы это ни казалось банально, это чувство собственного достоинства, кайфа. И комфорта. Счастье, блядь. Ну, пускай будет счастье. Ты счастлив и радостный. Да. И ты чувствуешь, что ты любишь этот костюм, этот костюм любит тебя, и ты чувствуешь любовь. То есть вот это вот принятие. Любовь это принятие вот это. У тебя любви к миру ноль, чтобы ты понимал, да? Потому что ты его не принимаешь вообще. Но ты хочешь чувствовать любовь, радость, счастье. Вот три основы основ. Внешние. Желание любое дает нам вот эти чувства, которые мы стремимся. То есть каждое желание дает нам капельку радости, капельку счастья, капельку любви к себе. Правильно? Да. И по сути нам не важно, что именно нам даст капельку счастья, любви и радости. Ну, каким образом мы это добьёмся, именно каким желанием мы это добьёмся, нам без разницы. Нам хочется радости, кайфа, ну, кому-то там и адреналина, любви, вот этого счастья. Нам хочется это испытывать. И неважно, каким образом это получится, если мы испытываем счастье, мы счастливы, ну, согласись. То есть если тебе, ты вот хочешь костюм вот такой, а тебе дают другой, от которого ты пищишь от восторга, и тебе офигенно, ты настолько счастлив и радостный, ты будешь жалеть о том, что у тебя там другого костюма нету, если от этого ты капец какой счастлив. Ты вот просто счастлив, у тебя нету даже секунды подумать о том, что ты несчастлив из-за того, что у тебя другой костюм. Ты получил костюм. Не надо сравнивать умом, да, блин, он хуже, он не это. А вот ты счастлив, ты кайфуешь, ты радостный, тебе дали костюм, от которого ты испытываешь эйфорию просто от эмоций. Какая разница, если тебе, а если это будет другой костюм, да? Но ты испытываешь же эти чувства, ты же не будешь думать, блин, не надо мне его, надо вон тот. Ты уже счастлив. Тебе дали, допустим, в каких-то условиях ты попал, допустим, попал в Африку в 50 градусов жары, и сказали тебе будешь 3 месяца здесь жить. Ты счастлив, потому что ты попал туда, там, с любимой девушкой классной, там, у вас там вообще офигенная обстановка, всё супер. Ты хотел костюм тёплый, ну, вот обычный. Рубашка, костюм, там, тройка, всё, может, четвёрка, пятёрка, там, эти жилеточки. И что? И что? 40 градусов жары, у тебя максимум только трусы, и тебе жарко, ну, и сверху галстук. Всё, вот так, тапки с носками. Но это всё, что ты максимум можешь себе позволить из-за этой жары. Больше ты не хочешь ничего одевать. Ты была в Африку? Нет, я в Африке не была, но я была в таких жарких странах. Я был в Африке, в Танзании, прямо на экваторе. Вот, я тогда собиралась на ковид закрыть. Там самая парадоксальная ситуация. Там температура всегда, что бы ни происходило, во-первых, солнце всегда над тобой, ну, прямо над тобой находится. А во-вторых, температура 29-31. Ну, хорошо. Что бы ни происходило, ты просто ходишь, одна и та же температура. Мы тогда даже купались, когда в Индийском океане, последний день, когда улетали. Там был обалденный залив, 22 километра, в лагуна. И вот этот лазурный океан, белый песок, жара вот эта вот странная. Ну, скажи, нужен тебе там костюм или нет? То есть ты говоришь, я хочу костюм. Я тебе, ты говоришь, я мечтаю о костюме, я хочу костюм, вот я хочу. Он мне принесет счастье, ты думаешь. Но ты едешь в Африку, я дарю тебе трусы с галстуком. И ты такой, что? Ты будешь счастлив? Ну, там будут, в смысле, красивые парадные, эти, выходные, которые там, шортики красивые. Я буду счастлив, почему нет? Ты с галстуком заеби. Ты будешь счастлив, да. А если я тебе подарю теплый костюм, скажу, одевай, ты не будешь счастлив. То есть на самом деле в каждый момент времени всему есть место и время. И нашим желанием практически 99,9 тысяч процентов, почти 100 процентов, всегда то, что мы хотим, ни место и ни время. Это первое. Ну, то есть желания, которые мы хотим, они должны иметь условия определенные, которые мы не можем себе эти условия часто позволить. Например, я хочу костюм, но я живу в жаре. Я хочу на лыжах кататься, но тут снега нету, блин, я его не видела уже 10 лет. Вот. Ну, понимаешь меня, да? Не, я могу, конечно, поехать там, сделать себе такие условия. Но другой вопрос, у меня вообще в другую степень начинает клонить. Другой вопрос. Все желания мы хотим только для того, чтобы почувствовать это счастье, эту радость и эту любовь. Это я записал. У тебя должно быть три цели менять. Вот, то есть, я говорю, ничего нельзя менять. Можно менять, можно поменять состояние на радость, на любовь и на счастье. Вот, это вот единственные три желания, которым ты должен стремиться. А что это даст? Ну, вредя, каким образом это счастье, любовь ты получишь? Это не важно. Ну, тут спорно, блин, по поводу, не важно. Дед, как тяжело, ёб твою мать. В смысле спорно. Смотри, ты чувствуешь эйфорию. Любовь, счастье, радость. Ты в этот момент испытываешь эти чувства от чего-то. Вот что-то произошло, что-то ты получил, достиг. Вот в каждой точке здесь сейчас. Вот что-то происходит. Ты чувствуешь радость, счастье и любовь. У тебя в мыслях даже не будет, что я ещё чего-то хочу, чтобы ещё чувствовать эту любовь, счастье и радость, если я уже его, блин, чувствую. Вот в эти секунды ты хочешь всё от того, что ты не чувствуешь эти чувства. Этих чувств у тебя нет. Поэтому твой мозг придумает миллиарды желаний разных, да, с каким бы целем прийти, чтобы вот эти чувства получить. Но когда эти чувства у тебя есть, тебе ничего не нужно. Потому что они уже у тебя есть. Зачем достигать желания какого-то ради каких-то чувств, если у тебя есть эти чувства уже? Ты должен только учиться менять состояние внутреннее на любовь, счастье и радость. И ты должен всю жизнь посвятить только ради одной цели. Ради научиться любить, научиться радоваться. Две цели, окей. Три цели счастья, жить здесь сейчас, окей. Три цели. Это единственные желания, которые у тебя должны быть в голове. И ты всегда должен помнить о том, что вот эти чувства только единственные, которые тебе нужны. Всё остальное тебе ничего не нужно. Всё остальное – это просто иллюзия. То есть вся эта внешняя мишура – просто вот иллюзия, реально. Если ты хочешь испытывать любовь, ты будешь испытывать любовь. И она, эта любовь, будет проецироваться вовне разными кадрами, киношками. Если ты хочешь чувствовать счастье, ты будешь чувствовать счастье. Это счастье ты будешь создавать как творец, показывая себе разные киношки в сериале. И ты будешь счастливым, играя во внешнюю эту мишуру, игру там, я не знаю. Но когда ты хочешь получить счастье, не любовь, а желание, то это выглядит очень странно. Ну, я даже не знаю, как это объяснить. То есть тебе наплевать на счастье, на любовь, на радость – это не цель для тебя. Для тебя цель – миллионы, деньги, сделки. И ты хочешь почувствовать счастье, любовь и радость для того, чтобы получить деньги. Ты чего? То есть ты говоришь, я хочу достичь внешнего, поменять внешнее. Для этого мне нужно, Ниль, распиши мне список, каких чувств мне, блядь, не хватает, да и что я должен испытывать, чтобы вот это внешнее получить. Зашибись просто. Ну как? Как вообще так можно думать? Внешне – это инструменты, которые помогают тебе быть счастливым, радостным, полным любви. То есть внешние инструменты не должны стоять первоочередной целью, они должны быть просто как инструменты, помогающие тебе. Но это не первое значение, это как второстепенное, это просто молоток. Деньги – это просто молоток. Там, я не знаю, костюм – это просто отвертка для творения. Но это не цель – получить отвертку и получить молоток. Это само собой разумеющийся нож. У меня цель – пожрать салат мой вкусный, да, вот этот вот. Чего? Ради того, чтобы получить удовольствие? Получить удовольствие. Я его ем и получаю удовольствие в моменте. То есть захотела – сделала, не запариваясь. Вот. Но нож, который мне нужен, это не цель моя, да. И деньги, и костюмы твоей машины, и бизнес – это тоже не цель. Это просто инструменты, которые тебе дают постоянное, продолжительное наслаждение этой жизнью. Цель должна быть наслаждение этой жизнью, цель – познание себя, цель – научиться любить, цель – понять, что такое настоящая радость, цель – понять и жить счастливым. И у тебя весь фокус внимания должен быть только на одном – как научиться любить и учиться любить, как учиться быть счастливым и быть счастливым, и делать всё, чтобы быть счастливым. Но быть счастливым – это не стремление к целям и закрывание этих целей. Судя по твоему лицу, ну, как бы, надо просто заканчивать, чтобы ты пересмотрел вот эти вот два эфира коротеньких. Каких коротеньких два эфира? Да, вот сейчас был записан и прервалось видео. Сегодня. Ну, сегодня я как бы уже записал. Принимать всё, что есть, и наслаждаться этим. Всё есть во мне. Я есть всё. Изучаю внутренний мир. Из внутреннего мира идёт внешний. Ну, это ты сказал, я всё записал полностью. А чё толку-то, что ты записал? Ты на лицо своё посмотри. Подожди. У меня такое, знаешь, приходит, и потихоньку осознание. Я потихоньку въезжаю. Мне всё хорошо становится. Я вот прочитал сегодня целый день, и мне стало по-другому. Я стал по-другому себя чувствовать, я стал по-другому понимать. Мне нравится то, что происходит. Да, вот, ну вот, мне помогает это. Сейчас ты мне сказал, вот это всё. Я такой, отлично. Значит, вот это надо. Я это тоже понимаю. Смотри, до того, как мы начали с тобой курс, мой менеджер выслал тебе лист. Да, я помню. Ты его два раза мне высылал. Даже три помню. Нет, два. Хочешь, я тебе сейчас третий раз вышлю? В этом листе было написано... Что... Ответ на все твои проблемы. Что тебе делать. И что ты должен вообще осознать. Вот это единственное. И оно уже было там написано. Там написано, что мы работаем не ради решения внешних проблем. Они нам не нужны. Мы работаем только ради внутренних изменений. А на внешний нам должно стать наплевать. И ты не должен их пытаться поменять. Ты согласился? Да, конечно. Я ради этого с тобой к тебе и иду. И ты мне каждый урок говоришь, что... Блин, Нелли, а я правильно понимаю, что я сейчас вот такие чувства испытаю, как в фильме «Секрет» лежа там на кресле, он там, да, руль крутил. Представляешь, он в машине Феррари там воображал себе в фильме «Секрет». И вот ты так же с этого «Секрета». А давай вот списочек напишем, что я должен чувствовать, чтобы материализовать вот эти вот сделки, бизнесы, там, деньги, там, миллиардерство, которое в кубе там помноженное. Нет, так не получится. Я не хочу вообще даже слышать про твои внешние сделки. Ты сделку с собой сделай, вообще, наконец-то договорись со своей душой, что ты в этом теле всё-таки дашь ей, зачем она пришла, а не вот это вот всё. То есть ты должен цель поставить и идти к ней так же напористо, вот как ты сейчас идёшь к деньгам. Всё, я ставлю перед собой цель и учусь быть счастливым. Я не знаю, это вот будешь до конца жизни перелопать всех и всё, лишь бы понять, что такое счастье или любовь, или радость. А у тебя цели где? У тебя цели... Я хочу достичь вот это, чтобы испытывать любовь. Я хочу достичь вот это, чтобы испытывать радость. Нет, ты сначала научись испытывать радость и научись любить. Потому что каждый раз, ставя себе цели, чтобы их достичь и испытать радость, ты будешь разочарован, потому что там радости нету, там счастья нету, там любви нет, ты будешь неудовлетворён после каждой закрытой цели. Да, ты получишь деньги, счастье на 5 минут, ты забудешь сразу это всё, и у тебя будет куча новых проблем, которые надо заново решать. И это бесконечно. Проблемы, они бесконечны. Решать придётся всё бесконечно. И добиваться следующей цели ещё больше, ещё больше, ещё больше. И это будет бесконечно. Люди, которые ещё на первом пути, там, они думают, где бы деньги на хлеб добыть. Вторые уже думают, где бы деньги добыть, там, на дорогую шмотку, там, на айфон. Следующая ступенька, там, люди думают, где бы отдохнуть в каком пятизвёздочном отеле. Другие думают, где бы сделку на миллион сделать. И для них это большая сумма, а сто тысяч нормально, там, двести, пятьсот тысяч. Кто-то уже на миллиард, да, ко мне вот приходит, не один из вас тут, с миллиардами. Кто-то вот уже там миллиарды в кубе будет. И все неудовлетворены, у всех одна и та же проблема, у всех одна. И вы несчастливы все до сих пор. Уже скоро будет 70, и вы до сих пор несчастливы и ждёте, когда же я закрою эти сделки и поживу наконец-то, блин. Вот, блин, поживу, вот сейчас всё доделаю и поживу. Жить, когда, блядь, жить пройдёт, некогда будет жить. Нечем будет жить. Аватар будет дохлый рассыпаться. Уже, уже жить не захочется. Когда ты счастлив, радостен, весь в любви, у тебя это ощущение, которому ты должен научиться и будешь учиться, и будешь это всё время практиковать и контролировать это состояние, оно само, когда будет тобой, само собой разумеющейся, и когда ты поймёшь, что такое на самом деле любовь, то искать не придётся эту любовь, да, радость не придётся искать, добиваться. Вот ты вот добиваешься через борьбу, не придётся это делать. Это будет естественным твоим проявлением. То есть, как в прошлый раз мы говорили, да, я всегда в состоянии не скуки. Для меня это естественно. Мне никогда не будет скучно. Это просто вот уже вжилось в меня, встроилось, и мне даже с мёртвым будет весело. Он меня будет веселить пипец как. С нарисованной картинкой даже будет весело. То, что мне с собой весело. Когда ты будешь радостный, да, тебе эта радость будет вызывать всё. Ты будешь смотреть на кружку, она будет вызывать у тебя радость. Ты будешь смотреть на свою зарплату, она будет вызывать у тебя радость. Ты будешь смотреть на всё, всё будет вызывать у тебя радость. Не потому что это вызывает радость, а потому что радость является тобой. Ты знаешь, как радоваться. Ну, то есть ты радуешься просто потому, что ты есть, да, и есть в этой жизни. Ты понимаешь то же самое, как я понимаю, что такое не скука, не скучать. Ты будешь понимать, что такое радость. Естественно, радость автоматически, естественным образом будет вызывать у тебя всё. И ты не будешь стремиться достичь каких-то целей, чтобы достичь радости. Мы цели-то только ради радости ищем. То есть скажи мне, пожалуйста, сейчас с твоих миллионов убрать радость, счастье и любовь. Ты бы захотел получить сделку, если она тебе не принесёт ни одной эмоции? Ты бы закрыл? Если не принесёт ни одной эмоции? Да, она не принесёт тебе радости и счастья. Вот сделка, которая там даёт тебе там сейчас 100 миллионов. Но она не принесёт тебе радости, то есть ты не будешь несчастлив, да? То есть она принесёт тебе несчастья, она не принесёт счастья, она принесёт несчастья. Не принесёт счастья, принесёт несчастье, ну, соответственно, противоположное. Оно даст тебе безрадостность, грусть. То есть, что противоположное? Иногда так и происходит. Хорошо, давай про иногда. Да, у тебя уже тысячу раз ты себе стучал в дверь, но никак не можешь понять, что ты себе уже тысячу раз это сказал. Ты уже прошёл это, зачем ты опять туда лезешь? Вопрос. Ты пойдёшь делать эту сделку, в которой ты знаешь, что радости там не будет, там будет грусть, там счастья не будет, там будет несчастье, там любви не будет, там будет ненависть. Ты пойдёшь туда? Ну, что там будет противоположное? Нелюбор. Скорее всего. Если там будет некомфорт, если там будет... Там не будет этого ничего. Естественно, счастье, радость, оно с комфортом и состоянием душевным покоя, умиротворения, как говорится. Ты туда не пойдёшь в эти сделки, если тебе деньги по счастью не принесут. Ну, естественно, блин, это же логично. Да, ум скажет, блин, ну может всё-таки, это же всё-таки деньги, а потом их могу потратить, но они потратятся... Давай возьмём не саму сделку на 100 миллионов, а вот ты получишь эти 100 миллионов, и все до копейки, что должны потратиться, они не принесут ни радость, ни счастье, ни любовь. А противоположное, да, вот... Только несчастье принесёт. Несчастье, беспокойство, дискомфорт, всё, что вот мы проговорили. Ты пойдёшь эту сделку делать? Нет. Давай даже думать, не будем времени терять. Не пойдёшь. Ну, зачем? Смысл какой-нибудь. Мой смысл — деньги для того, чтобы купить на них счастье. Смысл, чтобы пойти купить радость. Если я не могу купить на них ни счастье, ни радость, ни любовь, то нахрена они мне нужны, блин, вообще? Ну, то есть я пойду, еды куплю, а еда — это для меня, как ты сказал, радость, счастье, жизнь. Потому что на самом деле еда, любая еда — это обмен информацией с этим миром. Мы об этом мире узнаём, что солнце жёлтое, оно вот такое, кирпич вот такой, даже если мы его не трогали. То есть всё об этом мире нам передаёт природа. То есть всю информацию об этом мире, как устроена — еда, это еда. Поэтому животное лучше не есть, потому что страхи, когда они там погибают и живут, эти страхи в нас встраиваются. Ну, ладно, не буду, пройду. Ну, короче, еда — это информация. Я ем, чтобы получить информацию на самом деле, на физике. Забываем эту, возвращаемся в тему. Люблю я уходить, что за хрень? Люди думают, блин, да, какой-то взрыв мозга, когда видео слушаете. Суть я понял. Ты не пойдёшь в желания, которые не принесут радость, счастье и любовь. Ты пойдёшь в те желания, которые думаешь, что принесут счастье, любовь и радость. Если у тебя сейчас нет счастья, любви и радости, даже то, что ты думаешь 100% это принесёт, оно не принесёт, потому что внешне мы не можем получить чувства, которые должны родиться внутри нас. Мы уже об этом в прошлый раз тоже самое говорили. Когда ты чувствуешь радость общения с самим собой, то тебе интересно общаться абсолютно с любым деревом, с любой собакой, с любым человеком. Если ты с собой не можешь договориться, блин, ты никогда ни с кем не договоришься. Если ты себя не любишь, то ты не сможешь полюбить других людей, и тебя точно так же не особо захотят любить. Если ты не чувствуешь радость, тебе ничего внешнее радость не может принести. Ты всё время будешь получать разочарование. У тебя будет искусственная радость, которая не даёт тебе энергии, которая она тебе не наполняет, которая не даёт тебе жизненное время прожить дольше. То есть что такое энергия? Это жизненная наша энергия, которая даёт нам жить. Каждый раз, когда мы отнимаем энергию, мы не просто её стягиваем с каких-то там сфер жизни, всё разрушаем. Мы в смысле сокращаем дни, недели, месяцы и годы нашей жизни. Умираем просто раньше. Каждый раз, когда мы эту энергию забираем у себя, мы забираем время жизни. Дубление. Ну это же логично. И если тебе никакое желание не принесёт радость, счастье и любви, даже если ты знаешь, если ты 100% знаешь, что оно не приносит, ты туда не пойдёшь. Поэтому ты уже ответил себе на вопрос, что любое желание ради чувства. Но если ты хочешь эти чувства получить через то внешне, не испытывая это внутри, то ты тоже его не получишь. И третье, когда ты счастлив, тебе вызывает чувство счастья всё вокруг. Когда ты радостный, вызывает радость всё вокруг. Если ты в хорошем настроении, тебя всё радует. Если ты в плохом настроении, тебя всё бесит. Обрати внимание, ну вот хотя бы на такие моменты. Ты должен поставить три главных цели, три главных задачи. Научиться любить, быть радостным и счастливым. Всё. И идти к этому цели, несмотря ни на что. Я понимаю, что ты это записал. Мне надо, чтобы ты ещё раз вот это прокрутил в своей голове. Что внешние твои деньги, сделки, богатство, слава, любовь внешняя, она не закроет твою внутреннюю пустоту, нехватку этих чувств, которых ты постоянно хочешь найти. И чем больше ты этого хочешь, чем больше ты хочешь этой любви, чем больше ты хочешь вот этого душевного спокойства, умиротворения, вот этой жизни, вот этой жизненной энергии получить, тем больше ты гонишься за большими вещами во внешнем. Потому что это у тебя нехватка прям пропорционально. Надо заняться собой, внутрь себя глубоко взглянуть и понять, что есть вообще счастье, что есть любовь. Разобрать вообще эти понятия, да. И просто поставить себе цели, узнать об этом больше и туда всё своё внимание направить. Потому что если ты несчастлив, кто бы тебе там не захотел бы дать это счастье, дадут тебе все деньги. Ты не будешь чувствовать это, вот, то, что ты хочешь получить от внешнего. Ну, я когда научилась быть сама с собой в состоянии, то есть мне с собой не одиноко. Я чувство одиночества вообще не понимаю, как это. Ну, очень сложно сейчас мне это чувство воспроизвести, даже вспомнить. Оно как-то уже слилось по теплу. Мне тоже с собой зашибись. Вот, это хорошо. Хотя бы вот что-то уже закрыто. Тогда ты должен меня понимать, что если тебе хорошо зашибись, то тебе, в принципе, зашибись будет и хорошо рядом с разными абсолютно деревьями, собаками, кошками, людьми и тому подобное. Потому что, если бы тебе самим с собой было не зашибись, то ты вообще бы не смог ни с кем коммуницировать практически. Нет, мне зашибись, и с другими тоже зашибись. Тебе с другими зашибись? Благодаря ты, потому что с собой договорился. Людям, которые внутри одиноко, они всегда будут испытывать одиночество в толпе, и среди любимых, и среди семьи, и среди детей всегда будут испытывать это чувство одиночества. Потому что внешним его не закрыть. Даже тебе толпа вот так кружит, и будет с тобой, тебе будет одиноко. Я здесь, говори. Да, мне кажется, надо паузу на обдумывание брать. Всё-таки эти мысли философские, которые я пытаюсь объяснить, они непонятны большинству людей вообще. Люди это не могут понять. Меня удивляет, почему люди этого не могут понять. Почему? Почему каждое видео, я семь лет одно и то же говорю, по сути. Потому что не все люди осознанут, потому что не все понимают, потому что не все прошли путь. Вот, допустим, сегодня моя роб, Ира, мне очень нравится, как она работает. Она меня спрашивает, а вот какой ты путь прошёл? Вот скажи свои кейсы. Я начинаю говорить, кейсы, блядь, которым лет 10 назад. Она говорит, а где ты был, сука, 10 лет? Я говорю, знаешь, а я пиздавал эти все 10 лет 24 на 7. Шёл, блядь, каждый день, не просыхая, для того, чтобы дойти до того, чтобы я сейчас с тобой разговаривал. По-другому не получалось. Скажи, пожалуйста, вопрос. Чтобы себя найти, что нужно сделать? Не надо себя искать. Вот, не надо себя искать, окей. То есть не надо никуда идти. Вот, шаг из себя и к себе, это уже уход от тебя. Ты там, тут. Надо обратить на себя внимание, да, и начать обращать на чувства. Первое, я даю инструменты. Как это делать? Самое главное. Собрать свою целостность. Чтобы чувствовать чувства, мы вот все эти чувства не чувствуем. Что такое любовь, да? Это всеобъемлющие чувства. Букеты всех чувств, которые мы должны в себе обнаруживать и чувствовать. Но мы все чувства, все, все, абсолютно все, каждое чувство разделили на две части, потому что у нас левый и правый полушария вот так делит, ум так делит. На хорошее и на плохое. Мы каждое чувство разделили по двум степеням использования. В плохом и в хорошем. И мы к этому стремимся, а вот это отрицаем. Соответственно, если мы пытаемся медаль, монету, что-то, не важно что, крышку, вот эту вот часть использовать, а эту выкинуть в ведро, забыть, это невозможно. Ну, то есть мы не сможем использовать эту крышку, половину отрезали. И поэтому мы не испытываем эти чувства. Мы деревянные, мы чёрствые, мы вообще живём роботами на автомате, мы просто бесчувственные роботы. Мы ничего не чувствуем. Мы не можем ничего чувствовать, потому что мы половину отрицаем и стремимся к другой половине, которая как целая не может существовать без другого. И самый классный инструмент, быстрый, максимально быстрый, который можно использовать, чтобы быстро прийти к себе, к чувству любви, счастья и радости, это поработать со своими шаблонами. То, что мы с тобой делали? То, что мы начинали делать, да, и после всех этих дискуссий, просто смотри, почему мы из шаблонов перешли, хотя у меня список ещё не законченный, на вот эти вот обсуждения перевести, да, потому что ты меня допёк, я психанула, послала тебя нахер, и скажу, что с тобой работать больше не буду. Вот. Почему я решила переводить? Потому что когда ты жизненную ситуацию свою обрисовываешь, а я просто заменяю, где ты, где все люди, на слово «я», и ты читаешь о себе, и ты понимаешь в прямом тексте, что ты себе говорил, что ты для себя делал, как ты для себя делал, что из этого выходило. То есть я хотела, чтобы ты вот этот экстерном урок прошёл, вот этот жизненный, который ты ни хрена не видел, и только вот после этого поставил цели, что цели твои не во внешнем, а во внутреннем, наконец-то, блин, ощутить это счастье, и тогда оно будет это счастье проецировать. То есть вовне ты создаёшь борьбу бесконечную, у тебя внутри борьба, у тебя внутри гонка, у тебя внутри несчастье, нелюбовь, нерадость, ничего. Так ты вот это вот всё и создаёшь вовне. Но опять же, не должно быть цели поменять это вне, сказать, блин, благодаря этому вне, вне, я это обнаружил. То есть вот эти забытые чувства, от которых я бегу. Я бегу от ненависти, я бегу от злости, я бегу от несчастья, я бегу от всего. Я хочу это убрать, чтобы чувствовать счастье, чтобы чувствовать любовь. Я бегу от ненависти, чтобы чувствовать любовь. Я бегу от этого, чтобы чувствовать это. Я бегу. То есть ты вот эту половину отрицаешь. Надо её увидеть вовне и сказать, блин, как хорошо, что я этого вне чувствую, иначе бы, ну, я это вообще бы запрятал и никогда бы не откопал, и просто превратился бы в дерево. Хорошо, что внешне мне эти чувства вытаскивают наружу, что я хотя бы хоть как-то проживаю вместе с этим, как целое, потому что я не могу прожить вот это, ну, ты же периодически, ты же не всегда в агонии, в ненависти живёшь, там, злости, да, тебя качели качают. Чтобы хоть как-то в качелю радости переходить, тебе надо покачаться на ненависти, и поэтому тебе приходится создавать кадры во внешней реальности, где ты будешь испытывать хоть какую-то где-то ненависть, чтобы её испытать, да, и дать целостности к любви, чтобы и то, и то было. Но вот эти качели неинтересно, да, у тебя будет вот это всё время наружу проситься, то есть ты сам себе создаёшь во внешнем, опять, ты сам создаёшь во внешнем ситуации, которые будут вызывать в тебе ненависть для того, чтобы почувствовать это чувство и как к этой стороне крышки вот эту, поймите, кастрюлю закрыть. Вот, но так как ты эту сторону не принимаешь и отрицаешь, а к этой стремишься, у тебя будет то одна, то вторая, ты будешь вот так вот сюда посмотрел, вот сюда посмотрел, вот сюда посмотрел, вот сюда, но самой крышки ты не видишь вот этого целого. А чтоб тебя не качало туда-сюда, тебе надо принять вот эту сторону и вот эту сторону, найти целое, да, что это за чувство? Оно одно на самом деле, а эти стороны это всего лишь способы применения. Хочу так положить, вот так вот. Вот, грубо говоря, ты эту проблему вовне, любую, борьбу и там все, что создаешь для того, чтобы вытащить из себя изнутри те чувства, которые нельзя никуда прятать, а ты их пытаешься прятать. Но твое подсознание все равно в реальности сотворяет вот это вот, чтобы их вытаскивать, чтобы всегда на виду было оба. Либо ты вообще ничего не получишь. Ну, как бы просто мертвый человек будешь, безэмоциональный, и тебе ничего вообще не надо, просто труп, и как бы, скорее всего, психосоматика тебя парализует, да, и ты будешь просто лежать парализованный. Опыт получать, лежа, блин, смотря в потолок. Очень круто. Благодаря тому, что ты испытываешь хоть в жизни какие-то вот эти качели, да, ты не парализованный, хотя бы, как минимум. Надо принять, что все, что вокруг тебя, ты создаешь, чтобы вытащить все эти чувства. Это твой опыт такой. Тоже хороший. И ничего не надо менять. Вопрос только соединять сейчас теперь все вот эти вот чувства свои, да, осознавать их. И уже потихонечку, уже с каждым шаблончиком начинать испытывать вот эту эйфорию, радость, любовь, вот это счастье от осознания. Вот ничего, кроме осознания, такого взрыв счастья тебе вот в ближайшее время не принесет. А потом уже, когда для тебя эти чувства естественны, ты радостный, блин, потому что, ну, потому что я дурачок, мне хорошо. Я радостная от всего. Тебе радость будет приносить все. И, соответственно, чем больше ты радуешься, тем больше это еще и умножается. А внешний мир тебе будет подкидывать события такие, которые бесконечно тебе будут эту радость приносить, если ты в ней находишься. Но ты не отрицаешь и другую сторону. И в крайности радости эмоционально тоже впадать не надо. Это будут опять раскачивать качели. Радость, она не когда человек больной гогочит, ходит и там пляшет. В дурку надо его такого отправлять. Вот с ним, ну, что-то явно не все в порядке. А это такая тихая радость, когда ты просто наслаждаешься. Ну, внешне в этом может и никак не... На твоем лице даже не проявляться. Ты просто счастлив, у тебя горят глаза. Счастлив жить эту жизнь. У тебя горят глаза и нисходит улыбка с лица. Тебе так хорошо. Но когда тебе хорошо, вовне, соответственно, что ты в отражении будешь видеть? Ну, тебе будет пофиг на это. Да, тебе будет пофиг. А знаешь, почему тебе будет пофиг? Потому что тебе и так хорошо. По-настоящему. Если тебе еще не пофиг на внешнее, значит тебе ни хера внутри нехорошо. Человек, которому хорошо, ему просто хорошо. Что бы ни происходило. Ты сначала добейся вот этого внутреннего роста, состояния своего поменять. А потом уже внешне подтянется само собой. Просто какой смысл зарабатывать эти миллиарды, даже в могилу не унесешь? Ну, осталось тебе там 30-40 лет прожить еще. Ребят, спасибо вам большое. Следите за нашими дальнейшими диалогами. Записывайтесь ко мне на коучинге, потому что... Потому что... Сами видите, что тут происходит. Что еще сказать? У меня курс 15-го числа, 15-го мая повышается по работе с шаблонами мышления. Где там уже 230 шаблонов мы разбираем. Вы сначала пишите свою проблему, мы оттуда вытаскиваем ваши шаблоны мышления, которые вот прям первоочередные. Вот, но в основном все, кто уже туда заходит на этот курс, все эти шаблоны уже выписаны. Ну, практически у всех одно и то же. Там счастье-несчастье, быстро-долго и пошло-поехало. То есть мы работаем там с шаблонами. Можно начать в любое время заплатить сейчас, допустим, по цене в два раза меньше. А с 15-го числа курс повышается в два раза. Вот. И это не последнее повышение. Так как... Так как я так хочу. Вот. Я так хочу. Это достаточная причина. В общем, записывайтесь на курс до 15-го числа, успеете. До 14-го включительно. С 15-го повышение. И начать можно позже и проходить в своем темпе. И он останется надолго. Хотите, на год будет там курс, пока не трансформируете эти шаблоны. Возможно, буду дописывать туда. Шаблоны вы разбираете вместе со мной. Ну, то есть и сами, и со мной. И я еще видео выпускаю потом по каждому шаблону, как я это вижу. И вы читаете еще, как трансформируют шаблоны куча других людей. И поэтому очень много практики со всех сторон. Посмотреть на каждый шаблон, на это чувство, как его применить. Почему это целое, почему одно и то же. Вот, это все видно. То есть даже вот 10 шаблонов трансформированных расширит ваше сознание. Видеть мир больше и шире. То есть вы любую информацию будете воспринимать не вот так вот, а вот так вот. Просто будете видеть настолько ее широко и детально. И не делать какие-то странные первые, ну, там, выводы. Взглянул, сделал быстро вывод неверный, как мы это обычно делаем. Вот, будете увидеть мир вообще шире, информацию шире воспринимать. Знать больше будете. Просто достаточно 10, 20, 30, 40 шаблонов трансформировать. Ну, для решения проблем там хотя бы соточку надо, две соточки. Вот, но даже уже несколько десятков шаблонов трансформированных, оно расширит ваше сознание и видение вообще. Что дает расширенное сознание? Оно не только вот то, что вы мир начинаете шире видеть. У вас ответы есть на любые вопросы. То есть вы видите очевидное. То, что вы до этого не видели. Вот, поэтому, ребят, записывайтесь. Ссылка под видео будет. Пока-пока.